Я связался с IT-компанией и запросил тестовое задание, которое они выдают Junior Python разработчикам, чтобы проверить, на что этот человек способен. Сейчас на экране именно тот проект и то задание, которое мы создадим на протяжении видео. Если кратко, это сервис анонимных записок, которые будут самостоятельно уничтожаться после того, как мы эту записку прочитаем. Так как я слишком ленивый, то все данные будут храниться в памяти. Это значит, что стоит нам выключить ПК и все наши записки пропадут. Но так как это анонимный сервис, то это скорее не баг-офича. Это видео позволит вам проверить свои навыки, заметить какие-то ошибки, которые стоит подтянуть и понять, сможете ли вы вообще такое сделать. И самый главный момент, почему это видео максимально крутое. Дело в том, что задание касается веба, а я практически ничего не понимаю в вебе. Моя сфера касается парсинга данных, телеграм-ботов, десктоп-приложений и прочих моментов, которые не связаны с сайтами. А это значит, что мне придется изучить все это практически с нуля. В итоге я смогу показать вам полностью весь путь выполнения этого задания. Но вам, наверное, интересно посмотреть на требования к самому заданию. Они были такими. Сервис должен работать как API. Для того, чтобы можно было добавить любой интерфейс и взаимодействовать даже напрямую через запросы. Интерфейс в требования не входит, но все же я его сделал и покажу как именно. Я думаю, многие будут удивлены. Второй пункт. Сервис должен принимать записку от пользователя, которую он хочет анонимно отправить. Потом запрашивать пароль к записке и далее выдавать секретный ID записки. А тот, кто хочет прочитать, он должен знать как и пароль, так и секретный ID. После того, как он прочитает, записка автоматически удаляется из памяти, заметая все следы. Потом сервис должен работать асинхронно. ID должна выдаваться таким образом, чтобы ее нельзя было подобрать или случайно найти. Ее может найти только тот, кому она отправляется. ТЗ для Junior Python разработчика мы получили. А дальше нужно выбрать фреймворки, с помощью которых мы все это реализуем. Для начала нам нужен фреймворк, который позволит создать API. Если вы смотрели видео из всплывающей подсказки, то вы должны понимать, что я выберу FastAPI. Но почему именно он? Потому что у него очень простой способ проектирования. У него автоматически создается документация к API. И у нас даже есть возможность протестировать API прямо из интерфейса FastAPI. У него есть асинхронность и он быстрее всех других фреймворков. По статистике его скорость приравнивается к Node.js и Go. На протяжении видео вы поймете, почему это крутой инструмент. Далее для удобной работы с данными я буду использовать Pydentic. Если вы не знакомы с ним, то вы сможете легко разобраться, посмотрев примеры из видео. Создавать виртуальное окружение я буду через VirtualLand, чтобы не вызывать дополнительные вопросы у новичков. Но в оригинале проекта был Poetry. Я также оставлю в описании ссылку на статью, которая находится в моем телеграм-канале. В этой статье я собрал много полезной информации и фишек инструмента. Собрав инструменты, я решаю почитать документацию FastAPI, чтобы узнать о крутых практиках и правила хорошего тона. Я запланировал себе изучить всю документацию инструмента ровно за один день. Я выделил целый день на FastAPI. Какое же было мое удивление, когда я открыл вкладку UserGuide. Да, вы наверное обратили внимание, что инструмент очень крутой. И здесь огромное количество мощных технологий, на которых можно создать абсолютно все. Но я обратил внимание не на это, а на то, что за один день это изучить просто нереально. Поэтому я поработал над изучением до вкладки PathParameters. И после этого я понял, что этого достаточно для того, чтобы реализовать проект. Внутри доки FastAPI уже на базовом уровне описано, как работать с Pydentic. Поэтому этого тоже будет достаточно. Опять же, даже если вы не читали документацию, вы все равно сможете понять, как это работает, досмотрев видео до конца. Для начала нам нужно это установить и развернуть виртуальное окружение. Окружение делаем обязательно, потому что бывают такие случаи, когда просто ставили глобально, потом происходил конфликт, в итоге у вас падает какая-то либо. Если это была важная либо, которую используют системный инструмент, то он может перестать работать и у вас упадет вся система. Итак, для начала открываем PunchArm и создаем проект. Потом нам нужно выбрать виртуальное окружение. Можно выбрать Poetry, но я выбираю VirtualLand. Создаем проект и нам нужно установить все либо. По сути, это только FastAPI с определенным ключом. Он загрузит UVCorn, также Pydentic и прочие либо, которые нам нужны для того, чтобы сделать проект. Это входит в его зависимости. Если мы введем данную команду, импортируем Pydentic и у нас не будет ошибки, это говорит о том, что у нас все успешно установлено. Для начала я импортирую все либо, которые нам могут пригодиться в ходе разработки проекта и создадим самую простую тестовую страницу для того, чтобы проверить, что ли работает. Нам нужно создать объект FastAPI и потом Templates, это путь к нашим шаблонам. Мы создадим папку Templates, туда будем кидать HTML файлы и так далее. Я создам эту папку наперед. Когда же нам нужно обработать различные запросы к API, мы обращаемся к нашему объекту FastAPI, в нашем случае это APP. Далее указываем метод HTTP запроса, это либо GET, либо POST. Потом путь к нашей странице, в данном случае у меня корень. И также указываем сам ответ. Добавляем async для того, чтобы это все работало асинхронно. И в данном случае мы просто принимаем запрос, который мы получаем. И возвращаем тест, то есть когда мы перейдем по корню, либо же дадим запросам по нашему localhost, то получим в ответ тест. Для того, чтобы это проверить, нужно запустить проект. Мы используем uvkorn, он уже установлен. Потом main это название нашего модуля. И app это название нашей переменной, который создается сам объект FastAPI. Flag reload нужен для того, чтобы не пришлось постоянно перезапускать проект, после того, как мы внесли изменения. Итак, в итоге я захожу на localhost и получаю в ответ тест. Нам нужно сделать так, чтобы здесь отображалась базовая страница нашего сайта. Все, что нам нужно, это вернуть отсюда HTML. Поэтому в templates создаем индекс HTML и помещаем такой контент, который я сгенерил через часть GPT. Делаю вывод, количество записок и помещаю сюда шаблон. Он записывается таким образом. NodeScount это переменная. В main.py нам нужно создать ответ в виде шаблона, потом передать нужный нам HTML файл, который лежит в templates, потому что именно этот путь мы указали для хранилища наших HTML файлов. Далее нужно просто передать сам запрос, и потом мы перечисляем именно те самые шаблоны. Потом это значение у нас зарендерится в HTML файле. Давайте же это проверим и получаем такой результат. Чуть позже нам нужно будет подставить сюда реальные записки, поэтому я ставлю туда метку. Если вам интересно, как я сделал этот HTML, то я просто написал часть GPT-SAMOT-EZ и отправлял ему этот ответ, пока он не выдал нормальный результат с нормальным интерфейсом. Я ему также дал путь к каждому следующему запросу, для того, чтобы получить записку, также ее создать. И он заранее прописал эти пост-запросы на основе моих моделей. Сами модели я ему тоже скинул. И давайте создадим эти самые модели, но уже в отдельном модуле. Я называю этот модуль вот так вот. Node нужен, когда мы создаем заметку. Здесь у нас текст самой заметки, потом дополнительный пароль заметки, и также хэш. Он изначально numtype, но потом сюда будет присвоено значение, и все это будет уже добавлено в Node-List. Сам список заметок, угадайте, что хранит? Он хранит список заметок. А Node-ID нам пригодится позже, поэтому я его закомментирую. Это очень простой пример Spidentic, но он может намного больше. В обновлении моего курса ООП планируется именно такой контент, и много других технологий, которые позволяют писать более мощные приложения. В Privat-канал я уже подготовил видео о новых фишках Python 3.12, которые связаны с типами и дженериками. Каждый владелец Privat-канала получает весь этот контент бесплатно. Privat-канал идет вместе с курсом ООП, и они постоянно поддерживаются и обновляются, чтобы все это было актуальным. Доступ выдается навсегда, я же постоянно работаю над тем, чтобы создавать уникальный контент чисто под Privat-канал, и улучшать тем самым еще и курс ООП. Если же будут добавлены новые фишки в Python 3.12, либо же новые технологии ООП, все это я буду добавлять в курс ООП и также в Privat-канал. Сам курс выделяется на фоне всех остальных на эту тему. Это не такой курс, где рассматривают только основы. Я собрал очень много фишек, рекомендаций и собственных исследований и поместил все это внутрь одного курса ООП. Люди, которые его прошли, подтверждают качество и уникальность контента. Это касается также Privat-канала и чата, в котором мы делимся опытом. Что тут говорить, если только в недавнем обновлении, я добавил более 100 новых фишек и исследований, которые позволяют очень сильно улучшить подход к разработке. Добавил видео по внедрению ресурса в исполняемые файлы и постоянно публикую собственные исследования и инструменты. Вы можете проходить курс в любое время и задавать мне вопросы. Но, как правило, почти всегда люди понимают контент сразу, потому что я вырезал всю воду и поместил разбор каждой технологии в видео по 4 минуты. Такие видео позволят изучить ООП намного быстрее, чем если читать огромную и скучную документацию. К тому же есть гарантия, если вам что-то не понравится, вы можете вернуть деньги назад. Сейчас планируется набрать 20 человек, так как я пока что справляюсь с нагрузкой и успеваю проверять все домашние задания. Если форума с заявками еще активна, значит вы без проблем можете записаться на курс прямо сейчас, используя первую ссылку в описании. Следующая наша задача, нужно создать нот с листа для того, чтобы хранить сами заметки. Я буду использовать схему из Pidentic, которую мы создали. Почему именно Pidentic? Дело в том, что если вам потом нужно будет, например, создать дамп из JSON, для того, чтобы хранить уже все это не в памяти, а локально, то вы просто вызываете один метод и все. И вам не нужно будет руками все это парсить. Подставим все это в наше значение, которое идет в шаблоне. All nodes я поставил, потому что оно в самой схеме. И уже в него мы записываем сами заметки. В итоге оно подгружается, и у нас 0 заметок. Далее создадим функцию для того, чтобы делать сами заметки. В NotData я принимаю модель Pidentic, для того, чтобы при постзапросе оно взяло все значения автоматически, взяло также типы, и поставило все это в API. Давайте зайдем в документацию и посмотрим, как это выглядит. Мы можем нажать на кнопку и попробовать все это прямо из интерфейса. Но сейчас здесь ошибка, потому что я поставил get запрос, а нужно пост запрос. Поэтому меняем get на пост и пробуем еще раз. Изначально идут такие же переменные, и их типа как в Pidentic. И в итоге, если все это отправить, то мы получим уже нормальный ответ. В index.html у нас также есть функция, она JavaScript. Она занимается отправкой пост запроса, который мы потом словим в нашем FastAPI. Для начала нам нужно получить секретный пароль и также сам текст из интерфейса, который пользователь делает ввод. Итак, зайдем к коду элемента, и у нас есть поле для ввода пароля и также для ввода текста. И здесь есть такие айдишки. Именно эти айди мы получаем в index.html, отправка в виде JSON и параметры точно такие же, как в модели Pidentic. Хеша нет, потому что по умолчанию он non-type. Его мы заполняем позже. Но для того, чтобы этот хеш получить, нам нужно создать алгоритм. Важно, чтобы его нельзя было случайно угадать, чтобы никто не смог посмотреть другие записки. Так вот, что же я сделал? Я взял сам текст, который никто не знает буква в букву, потом взял также секретную фразу и буду использовать ее вместо соли. Я добавляю нашу соль к тексту и потом все это хеширую. В итоге текст никто не знает, соль тоже никто не знает, а тем более они не могут знать итоговый хеш. К тому же, к хешу нужна еще и секретная фраза для того, чтобы это сработало. А это угадать просто нереально. Возможно, у вас есть более надежный способ и вы можете написать об этом в комментариях, но мы же делаем импорт и будем создавать хеш. Создаем not-id, потом вызываем функцию и нам нужен изначально текст записки. В виде соли у нас секретная фраза. Далее добавляем хеш в нашу модель, изначально там был non-type и потом добавляем это все в список. Далее делаем такой возврат. Нужно вернуть окей, потому что так написано в нашем индексе HTML. Потом нам нужно перейти на другую страницу, потому что из fast.py я не знаю, как это сделать по умолчанию. Поэтому я делаю вот такой вот костыльный редирект. Далее страница result и в качестве ключа идет сам хеш. Нам нужно получить хеш в странице result и потом вывести все это в HTML уже на другой странице. Также используя шаблоны. Такой страницы пока что нет, потому что я ее не создал. Поэтому если мы отправим данные, то у нас пойдет редирект на result. В result видно тот же хеш, который был создан, но потом запрос летит в fast.py, такой страницы нет, и мы получаем not found. Это get запрос, поэтому создаем такую запись, указываем result и также not id. Под этот шаблон not id будет попадать тот самый хеш. Далее все по дефолту, асинхронная функция, реквест и также данные. И давайте пока что просто вернем сам id. Изначально интерфейса нет, но нам нужно его прикрутить. Это будет отдельный html файл в templates. Я называю его следующим образом. Весь этот html код будет в телеграм канале, поэтому не переживайте. Но чтобы это работало, нам нужно создать шаблон. Точно так же берем templates, указываем новую страницу и ставим not id. Это шаблон, который будет рендериться в этом html файле. А он находится вот здесь, вот в отдельном div блоке. Также есть отдельная кнопка, которая позволяет вернуться на главную страницу. Это javascript код, а выше кнопка с этой функцией. И далее у нас все будет работать. Вводим данные, нажимаем отправить и получаем id записки, которую можно использовать для того, чтобы ее получить. Количество записок тоже обновляется. А дальше нужно получить эту записку назад, используя хэш и также секретную фразу. Для начала такой же пост запрос, только уже принимаем данные другой модели по идентик. Нужно сделать импорт и раскомментировать его в файле схем. Здесь принимаем not id и not secret, как в самом интерфейсе приложения. Далее нам нужно понять, что записка подходит по требованиям. Я бегу по всем запискам, которые уже есть, потом проверяю, чтобы совпадал хэш и секретная фраза. Если все будет совпадать, только тогда мы идем дальше. А дальше мы получаем индекс текущей записки в notes list и потом это все удаляем. Возвращаем точно такой же ответ и саму записку. В случае, если записка не найдена, тогда возвращаем ошибку. В итоге вводим данные и получаем такую же ошибку, потому что у нас нет финальной страницы. Нам нужно также ее создать и добавить шаблон. В документации идут именно такие параметры. И сейчас это все летит в нашу опишку. Сам пост запрос тоже в индекс.html. Получаем данные, которые вводит пользователь. Потом формируем пост запрос и в JSON ставим такие же данные, как в модели PIDENTIC от note ID. По сути, нам остается только создать финальную страницу. Создаем тот самый note page, указываем note текст и тот же response класс от html response. Далее это чисто note текст и потом шаблон с новой страницей. Это такая же страница, как и в хэше, только здесь вместо хэша мы ставим текст. В итоге давайте проверим, все ли работает. Изначально у нас 0 записок. Вводим сначала секретную фразу, а потом текст записки. Получаем такой хэш, нам нужно его скопировать. Далее вставляем и вводим секретную фразу. В итоге вот тот самый текст. Если мы нажимаем назад, то видим, что записка была удалена. Когда мы вводим рандомный хэш и пароль, то получаем ошибку. Если вам интересно увидеть продолжение тематики, напишите в комментариях, какой проект и на каких-либох можно создать. Также я принимаю любые идеи для этой тематики. Возможно, и вы писали тестовые задания, и можете поделиться тем, как именно у вас это происходило. Если вы досмотрели видео до конца, тогда добавьте к своему комментарию слово фриланс. Даже если это делает комментарий непонятным. В этом и весь прикол. В описании оставил ссылку на статью с поэтри, с полезными видео, которые стоит посмотреть, чтобы лучше понять этот материал. И также по первой ссылке находится приват-канал и курс ОП с отборным материалом.